Майнинг. Слово, которое многие слышали, но мало кто понимает. Обычно люди думают, что это просто способ заработать криптовалюту. Но на самом деле майнинг – это сердце технологий блокчейн. Без майнеров все бы остановилось. Я приглашаю вас в мир криптовалюты, где тайны скрываются за каждым блоком блокчейна, где монеты рождаются из сложных математических задач и где майнеры, являясь хранителями порядка и свободы, создают жизнь в этой цифровой вселенной. Сегодня мы раскроем 9 секретов и заблуждений, которые стоят за сложным процессом майнинга. Вы на канале CoinExplain и давайте начинать. Итак, майнинг. Кажется, это такой способ заработать криптовалюту, да? И да, и нет. Майнинг – это ключевой компонент технологии криптовалют, и без майнеров ничего бы не работало. Сатоши Накамото, таинственный автор и создатель мира криптовалют, был также и первым майнером. Но почему майнинг так важен? Когда вы переводите кому-то криптомонеты, ваш кошелек создает транзакцию и посылает ее в сеть для обработки. На этом его полномочия все. Но кто и зачем тратит время и средства на обработку транзакций? Ведь электроэнергия и оборудование стоят денег. Ответ на этот вопрос – майнеры, вот кто. Сеть, в которую отправляется транзакция, во многом состоит из компьютеров-майнеров. Они – это та часть технологии, которая делает всю тяжелую работу. А работы там предостаточно. Майнеры обрабатывают ваши транзакции, формируют их в блоки и путем сложных вычислений добавляют готовые блоки в блокчейн. При этом они жестко конкурируют между собой в решении этих задач, и только тот, кто найдет решение быстрее всех, добавляет в блокчейн новый блок, получая за это награду. И это первый секрет. Майнеры – это не нахлебники, получающие деньги из воздуха. Это самый важный компонент сети криптовалюты, которая обеспечивает ее работу. Итак, за свою нелегкую работу майнеры получают криптовалюту. Это известно всем. Но кто конкретно им платит, неизвестно почти никому. Для начала разберемся с наградой. Она состоит из двух частей – фиксированного количества монет или награды за найденный блок, и комиссии за транзакции, включенные в этот блок. И если с комиссиями все понятно, их платят люди, то что это за фиксированная награда? Кто выплачивает ее майнерам? В этом второй секрет майнинга. Хотите верьте, хотите нет, но майнер начисляет себе награду сам. Вы помните, что работа майнеров – создавать блоки для блокчейна, решая очень сложную задачу. Все майнеры в один момент времени ищут решение одной и той же задачи одновременно, и когда кто-то из них после триллионов попыток добивается успеха, он создает новый блок и вместе с найденным решением сразу отправляет его в сеть остальным. При этом такое сообщение буквально означает следующее. Я решил задачу и создал новый блок. За это я сам себе начисляю награду, а также забираю все комиссии. Майнеры видят этот новый блок и проверяют решение. Если оно правильное, блок включается в блокчейн, и награда, которую сам себе начислил майнер, принимается всеми как справедливая. Если же майнер попытался обмануть остальных и начислил себе награду, не найдя верного решения, остальные это увидят и такой блок в сеть не примут. А значит и награды обманщик не получит. Этот механизм обеспечивает честность и безопасность сети блокчейна. А знаете, какой механизм обеспечивает качественный контент на этом канале? Вы его зрители и особенно подписчики канала. Поэтому я прошу вас подписаться на мой канал, это действительно важно, и поставить лайк этому видео. Ну или дизлайк, если есть за что. А мы продолжаем. Итак, майнеры начисляют монеты сами себе в виде награды за успешно найденный блок. Поясню, чтобы не путаться в терминах. Мы говорим, что майнер нашел блок, а также мы говорим, что майнер решает сложную задачу и формирует блок. Что тут правда? Дело в том, что это две стороны одной медали. Чтобы сформировать правильный блок для добавления в блокчейн, майнеру действительно нужно решить сложную математическую задачу. Но сложность тут не в том, что каждая отдельная задача трудно решаема. Нет, сама по себе она очень простая. Специализированные компьютеры майнеров решают триллионы таких задач в секунду. Сложность заключается в том, что ответ на задачу должен соответствовать определенным критериям. И нет никакого иного способа найти решение, кроме как перебирая триллионы вариантов в надежде случайно найти тот, который подходит. Это подобно поиску золотых зерен среди бескрайних песков пустыни. Они точно где-то там, но чтобы обнаружить их, необходимо проделать поистине титанический труд. В этом и кроется третий секрет майнинга. Майнеры, в сущности, и не решают задачу в ее классическом понимании. Они перебирают множество возможных ответов в поисках того единственного, который подходит. Поэтому и говорят, что майнер нашел блок, ведь он действительно нашел нужное решение среди необъятного моря неподходящих. Когда майнер начисляет себе награду, он не может сделать это произвольно. Величина награды определяется правилами сети, и начислить себе больше установленного не выйдет. Но мало кто понимает, что эти награды не просто способ поощрить людей заниматься майнингом и таким образом обеспечивать работу сети криптовалюты. Это еще и способ создания монет. В этом заключается четвертый секрет майнинга. Дело в том, что новые единицы криптовалюты, то есть монеты, могут быть созданы исключительно через процесс майнинга, и никак иначе. Не существует другого справедливого метода внедрения новых монет в систему. Если дать такую возможность какому-то конкретному индивиду или организации, они неизбежно воспользуются ею, чтобы обеспечить монетами прежде всего себя. Только распределенный процесс создания новых монет может гарантировать честность и прозрачность всей системы. А это значит, что майнеры не только обеспечивают работу сети, они еще и буквально наполняют ее жизнью, создают в ней новые монеты. Процесс майнинга из-за своей сложности требует значительный затрат электроэнергии. Существует мнение, что майнинг является крайне неэффективным в плане энергопотребления, поскольку компьютеры майнеров непрерывно выполняют, казалось бы, бесполезные вычисления, стремясь создать новый блок. При этом награду всякий раз получает только один из них, самый удачливый. Получается, что энергия, потраченная всеми остальными, просто теряется впустую? На самом деле нет. Дело в том, что майнеры не только обрабатывают транзакции и создают криптовалюту, они еще и обеспечивают защиту сети. И это пятый секрет майнинга. Криптовалюты созданы таким образом, что для поддержания их работы хватит всего одного майнера с одним компьютером. Помните, Сатоши Накамото, создатель биткоина, в течение первых месяцев обеспечивал работу сети, используя свой личный компьютер. Долгое время он был единственным майнером во всей сети биткоина, и это отлично работало. Тем не менее, несмотря на техническую возможность такого подхода, он не является оптимальным. Сеть с одним майнером – это легкая мишень для атак. Дело в том, что сеть защищена тем сильнее, чем выше общая вычислительная мощность компьютеров, участвующих в ее поддержке. Эта мощность, в свою очередь, зависит от того, как эффективно компьютеры майнеров используют электричество, то есть сколько операций они способны выполнить, потребляя определенное количество энергии. Из-за роста сложности задач, майнеры вынуждены постоянно модернизировать свою технику, выбирая наиболее эффективные по энергопотреблению устройства. Старые устройства становятся менее выгодными, поэтому их перестают использовать. Получается, что мнение о низкой энергоэффективности майнинга неверно. На самом деле, майнеры стремятся использовать только самые экономичные устройства, так как от этого зависит их доход. И благодаря особенностям криптовалют, энергия, потребленная майнерами, не тратится впустую. Вся она напрямую трансформируется в степень защиты криптовалюты. Чем больше потребление энергии, тем выше уровень защиты. Итак, объем, потребленный майнерами энергии – это эквивалент уровня защиты сети. Чем больше было потрачено энергии, тем выше общая вычислительная мощность сети, и тем труднее для зломышленников осуществить на нее атаку. Однако для криптовалют не только мощность сети имеет значение. Количество независимых майнеров в ней также играет критическую роль. И это раскрывает шестой секрет майнинга. Гиганты IT-индустрии используют масштабные дата-центры, оборудованные тысячами компьютеров для реализации своих проектов, таких как поисковые системы или социальные сети. Кажется, это надежно и удобно. Почему бы и криптовалютам не делать так же? Дело в том, что криптовалюты подвержены риску так называемой атаки 51%. Здесь 51% относятся к доле вычислительной мощности сети. Тот, кто контролирует более половины этой мощности, может диктовать условия в сети, отменять транзакции и множество раз тратить одни и те же монеты. Вот почему важно иметь множество независимых майнеров в сети. Поскольку они расположены по всему миру, ни один индивидуальный участник или группа участников не способны сосредоточить в своих руках достаточно мощности для контроля над сетью. Это придает криптовалютам свободу и устойчивость к цензуре и блокировке активов. Все, что мы обсудили до сих пор, относится к техническим аспектам криптовалют. Но что насчет их ценности? Вы наверняка слышали утверждение, что криптовалюты на самом деле ничего не стоят, что это просто ничем не обеспеченные фантики, верно? Но если это так, почему же биткоин увеличил свою стоимость сотни тысяч раз с момента своего появления? Подумайте вот над чем. 22 мая в криптовалютном сообществе отмечается как Bitcoin Pizza Day. В этот знаменательный день далекого 2010 года человек по имени Ласло Хейниц приобрел две пиццы, заплатив за них 10 тысяч биткоинов. Да, именно 10 тысяч полновесных цифровых монет. Вот они, те самые две пиццы на фото. Сколько это стоило по текущему курсу, можете посчитать сами. Получается, ценность все же есть. Но откуда она берется? Ответ довольно прост. Ценность криптовалют формируется на рынке, где люди торгуют разными монетами, преследуя свои интересы. Трейдеры зарабатывают на торговле, инвесторы ожидают рост активов в долгосрочной перспективе, а евангелисты криптовалют верят в победу этой технологии над традиционными финансами. Множество людей участвуют в торговле, придавая криптовалютам ценность. Однако существует и специфическая группа участников – майнеры. Ведь именно через них монеты впервые попадают на рынок. Количество майнеров растет вместе с конкуренцией между ними. Из-за этого повышается себестоимость добычи новых монет, и майнеры стремятся продавать свои монеты дороже, чтобы отбить свои затраты и заработать. В этом состоит седьмой секрет майнинга. Хотя майнеры и не имеют контроля над рынком, они оказывают значительное влияние на цену монет, продавая их или удерживая в ожидании лучших рыночных условий. Возможно теперь, зная, какую огромную роль на самом деле играют майнеры в мире криптовалют, вы задумались, что же это получается? Майнеры добывают криптовалюту, обеспечивают работу сети, от них зависит ее безопасность и степень защиты, а также именно они выпускают новые монеты на рынок. Что-то многовато полномочий. Какими бы надежными ни были алгоритмы криптовалют, смогут ли они предотвратить сговор майнеров? Что если майнеры объединятся, их совокупная вычислительная мощность составит более половины всей мощности сети? В этом случае они смогут осуществить атаку 51% и перезаписать блокчейн. Звучит тревожно. Но, к счастью, даже переписав блокчейн, единственное, что смогут сделать заговорщики, это повторно потратить свои собственные монеты. Успешная атака не позволит ни украсть чужие монеты, ни создать новые сверхустановленных лимитов. Таким образом, выходит, что для майнеров гораздо выгоднее честно выполнять свои обязанности, обеспечивая работу сети. В этом и состоит восьмой секрет майнинга. И значит, что риск атаки 51% для крупных сетей вроде биткоина на практике несущественен. Получается, что за безопасность блокчейна можно не переживать, ведь даже союз майнеров со злыми намерениями не способен подорвать стабильность и навредить участникам сети. Тем не менее, объединение майнеров все же происходит. И дело здесь не в желании навредить, а в стремлении получить совместную выгоду. Вы ведь помните, основная задача майнера – это монументальный перебор триллионов вариантов решения в надежде отыскать верное и сформировать блок. Но со временем сложность этой задачи выросла настолько, что у одинокого майнера, который не обладает огромным парком вычислительных мощностей, на поиск верного решения могут идти годы упорной работы. И все это время он не будет получать ничего, кроме счетов за электроэнергию. Звучит не очень выгодно. Тут-то и проявляется девятый секрет майнинга. Проблему чрезмерной сложности задачи для каждого майнера в отдельности получилось решить путем объединения общих усилий в так называемые майнинг-пулы. Каждый участник пула вносит в него свою небольшую долю вычислительной мощности, но поскольку майнеров пуле много, общих усилий хватает, чтобы успешно находить решение и стабильно забирать награду. Награда затем делится на всех участников пула соразмерно индивидуальному вкладу каждого из них. Таким образом, даже те, кто использует не самое мощное оборудование, имеют возможность стабильно зарабатывать криптовалюту, не тратя годы на бесплодные попытки. Итак, погрузившись в удивительный и сложный мир майнинга криптовалют, раскрыв его тайны и секреты, мы увидели, что майнинг – это не просто заработок монет, это важный процесс поддержания жизни всей экосистемы криптовалют. Я бы даже сказал, что это борьба за свободу, прозрачность и безопасность финансовых операций в мире, где приватность становится все более ценной, а возможности и уникальность криптовалют все важнее. Присоединяйтесь к этому путешествию, исследуйте, учитесь, и вы сможете внести свой вклад в развитие этой технологии. А если вы досмотрели это видео до конца, вы теперь в секретном клубе тех немногих, кто действительно понимает, что такое майнинг. Всем спасибо за ваши лайки и подписку, вы ведь подписались, правда? И до встречи!